Добрый день, дорогие зрители, с праздником вас, усекновение главы Иоанна Предтечи, которые как раз-таки совершаются в этот день, и мы с вами сегодня слышали евангельское повествование об этом событии, которое в Евангелии от Матфея изложено вот таким образом. Прочту я его на русском языке для того, чтобы удобнее было его воспринимать всем, кто, может быть, не слишком хорошо владеет славянским. В то время Ирод-четвертовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Крестителя. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он склятву обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде главу Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его пришедшие взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Итак, вот так Евангелие от Матфея передает вот эту весьма горестную такую историю о гибели величайшего из пророков, честного предсечи Крестителя Господня Иоанна. И тем не менее мы совершаем празднование этого события в числе великих праздников нашей Православной Церкви. В чем же здесь дело? Ну, об этом наверняка много раз уже было говорено. И, в общем, мы с вами, как православные христиане, понимаем, что для праведника смерть – это лишь переход в вечную жизнь. И мы знаем, и как и поется в тропаре этого праздника, что предсеча Господень, он после того, как был казнен нечестивым иродом, спустился в темницу для того, чтобы и там находящимся и ждущим освобождения возвестить радостную весть о грядущем избавлении уже пришедшим, явившемся в этот мир Спасителем, Мессией Иисусом Христом, который скоро разрушит владычество ада и изведет всех томящихся от века праведников из Лона Авраамова и из адских теснин к вечному свету своего воскресения. Поэтому это событие, с одной стороны, горестное, с одной стороны, такое, в общем-то, относящееся к числу печальных, поэтому мы совершаем его, как и все праздники, посвященные Иоанну Предтече с соблюдением строгого поста, ну, в том числе и в подражании этому великому постнику. А с другой стороны, это все-таки праздник, мы торжествуем его, потому что великая радость в это время была в аду, а с другой стороны, тот, кто был величайшим пророком, в скорости должен был быть сопричтен и к числу величайших и светлейших ангелов Божьих, величайших праведников по своей равноангельной жизни, вполне равный и сопоставимый с небесными бесплодными силами. Ну, что касается поста, кстати говоря, то, конечно, я надеюсь, что наши слушатели прекрасно понимают, что все разговоры о том, что в этот день нельзя есть ничего круглого, ничего красного, являются, в общем-то, конечно, такими вариациями, ну, народного, я бы сказал, даже такого бабушкиного благочестия, и, ну, при всем уважении к вере наших зачастую простодушных предков, тем не менее, нам отнюдь не следует придерживаться этих их каких-то, в общем, не имеющих отношения к традициям православной церкви ассоциаций, и не воздерживаться от вкушения там арбузов, яблок или чего-то подобного, просто потому что это круглые формы и напоминают собою, таким образом, голову предтечи. Точно так же, в общем-то, нельзя сказать, чтобы в этом евангельском повествовании содержалось также известное предубеждение против праздного дня своего рождения. Ну, конечно, всё хорошо в меру, и понятно, что когда празднование дня рождения превращается в кутёж на весь мир, и, в общем, заканчивается какими-то такими событиями, которые потом наутро стыдно и припомнить, то, в общем, очевидно, что в этом случае у человека есть шанс его подобиться евангельскому ироду. Но если, так сказать, человек совершает это празднование мирно, тихо, в каком-то семейном дружеском кругу, благодаря Богу за то, что тот дал ему прожить ещё один год, то, в общем, этим он ничем не уподобляется известному отрицательному персонажу, о котором мы только что с вами слышали, и никоим образом, естественно, это не бросит на него тени в сопричастности к убийству великого пророка. Но мы с вами сегодня скорее побеседуем о том месте, которое современная, на самом деле и древняя паломническая традиция, также связывает с вот этим событием усекновения главы Иоанна Предтечи. Ну, вообще говоря, ни в одном из евангельских описаний этого события не упоминается, собственно, о том, где оно произошло, где отмечал свой день рождения Ирод, где томился в заключении Иоанн Предтечи, где совершилась его казнь, куда его главу принесли негодной плесунь. Это, в общем-то, как-то совершенно остаётся вне внимания евангелистов, и ничего подобного они нам не сообщают. Единственное близкое по времени историческое свидетельство относится к книге Иосифа Флавия об иудейских древностях, где он повествует о том, что указанные события произошли в далёкой заорданской крепости Махерун, как он её называет, или Махерун, как чаще сейчас звучит её название. Это действительно одна из таких заорданских крепостей, находившихся во владении ещё Ирода Великого, по наследству пришедшая к его сыну Ироду Антипе, тому самому, который и совершил то злодеяние, о котором мы сегодня с вами слышим и которое вспоминаем. Но, однако, несмотря на то, что Иосиф Флавия произносит его достаточно определённо, уверенно, и говорит в том числе о том, что последующие неудачи достаточно скоро постигшие царство Ирода Антипа, приведшие к его ниспадению, к его удалению с престола четвертовластника, ссылки, по некоторым данным, в Галлию, в современную Францию, а по некоторым версиям в Испанию, они, в общем-то, тем не менее, вступают в такое противоречие со сложившейся традицией православного паломничества, которое приходило всегда для того, чтобы почтить усекновение Иоанна Предтечи, усекновение главы Иоанна Предтечи в город, который назывался Самария или Шамрон, город, который дал, собственно, название всей стране Самарии и который, ну, достаточно продолжительное время являлся столицей Северного Израильского царства. Как повествуется в книге царств, царь Абрий выкупил гору некоего Семира для того, чтобы создать там новый город. Произошло это где-то приблизительно около 876 года, до нашей эры, и по имени бывшего обладателя этой горы Семира и была названа новая столица Самария, а уже от ее имени получила впоследствии свое название и сама эта область, Самарийская область, которая занимает в основном ту часть землеобетованной, которая когда-то называлась Горами Ефрема. Она лежит в такой возвышенной, холмистой части, и в нашем цикле бесед, посвященном Самарянам, мы с вами уже касались отчасти ее истории, однако не говорили вот о самой вот этой Самарии, где произошли на самом деле многие такие важные события. Город, построенный этим царем, достаточно в скором времени сделался действительно самым укрепленным, самым влиятельным и самым богатым городом царства. Один из ветхозаветных пророков, Амос, обрушивается с такими довольно гневными, грозными увещеваниями и обличениями жителей Самарии, которые утопали в роскоши, обличает их роскошные ложа, инкрустированные слоновой костью и покрытых драгоценными тканями, на которых они пьют вино и едят яства, совершенно не заботясь о бедных и праведных этого мира и о соблюдении правды Божьей, справедливости. И, кстати говоря, действительно, впоследствии в подтверждении правоты слов пророка подобные вещи были обнаружены. Там при раскопках действительно драгоценные резные накладки из слоновой кости, когда-то украшавшие богатые диваны, таманки и прочие виды лож, на которых нежели свои телеса богатые жители Самарии, они оказались обнаружены. И, кстати говоря, сейчас их можно видеть в музее Рокфеллера в Иерусалиме, если кто-то будет иметь возможности там побывать и его посетить. Что касается этого города, Самарии, то с ним также связана деятельность и, с одной стороны, многих нечестивых царей и правителей вот этого северного израильского царства, которые владели и правили Самарией своим государством на протяжении почти полутора сотен лет, до того момента, как ассирийские войска в 722 году окончательно разрушили их былое могущество, славу и уничтожили любимую им их роскошь. И в то же время там совершилось и много божественных чудес, и там, в частности, на протяжении царств шести нечестивых царей протекло служение великого пророка Божия Елисея, действительно одного из самых знаменитых и отмеченных великой силой Духа, великими чудесами пророка Божия, наследника Ильи, милость которого, то есть тот плач, который перешел, а вместе с ним и божественная благодать, и дар Святого Духа вдвойне перешли с Ильи во время его вознесения из Иордания перешли на Елисея, до этого бывшего простым крестьянином и пахавшего своими валами свою землю, но оставившего все и последовавшего безропотной безраздумья за пророком Ильей. И буквально первое же чудо, которое он совершил при помощи этой милоти, состояло в том, что он, воззвав где-то бог Ильи, ударил милотью, упавши на него с этой колесницы бога Израилева по водам Иордана, и воды те раступились перед ним, он прошел по ним как пасуху. Это первое же чудо, видимо, укрепило уверенность пророка Елисея в том, что с ним пребывает бог, и этот величайший из пророков сделал, так сказать, уникальным свое служение, в частности тем, что он воскресил умершего отрока, сделал пригодный для питья воду Иерихонского источника, многократно обличал нечестивцев своего времени и того царства, в котором Господь довел ему, повелел ему нести свое пророческое служение, и в то же время совершил там множество чудес, множество пророчеств, которые сбылись самым славным образом. И последнее удивительное чудо, которое произошло уже от тела пророка Елисея, утверждает нас в истинности того, что благодать Божия продолжает обитать и в телах умерших праведников, утверждает нас в нашем благочестивом обычае почитание святых мощей. Дело в том, что, как опять же повествуется о пророке Елисея уже намного позже, после его земной жизни, когда он уже был погребен в одной из гробниц, находившейся неподалеку от города Самарии, где протекла большая часть его служения, однажды некая погребальная процессия несла хоронить своего умершего мертвеца из города для того, чтобы погребсти его на кладбище. И в это время это траурное мероприятие было сорвано приближающимися врагами, которые готовились напасть на город и угрожали и самой процессии, несущей мертвеца. Поэтому они были вынуждены без соблюдения каких-то ритуальных обрядов и условностей просто бросить это тело, запеленутое, завернутое в пелены, в саван, в первую попавшуюся гробницу и броситься в рассыпной бежать для того, чтобы найти себе укрытие. Но самое удивительное, и отчасти даже, может быть, комичное, состояло в том, что этому же примеру последовали нападавшие, поскольку гробница, в которую оказался брошен этот мертвец, оказалась гробницей Елисея. И как только умерший коснулся погребенных там костей великого пророка, то великая сила Божия, которая почивала и в тленном теле этого величайшего праздника и святого, тут же вернула его к жизни. И мертвец, продираясь через свои пелены, выбирался из мрака гробницы, куда он был брошен, и тем настолько поверг в ужас и испугал нападавших, что и они были вынуждены броситься в рассыпную и убежать. И вот в этом таком очень каком-то необычайно живом для библейского текста повествовании мы находим упование, утверждение нашей вере в то, что благодать Божия продолжает действовать, и даже в смертных останках праведников, которые, по слову Божию, во веки живут. То же самое произошло и, конечно, с мощами Иоанна Предтечи, и от них точно так же проистекали и изливались многие чудеса. И надо сказать, что как раз-таки Иоанн Предтечи был погребен в той же самой гробнице, также в которой был погребен и пророк Божий Елисей. И вот здесь многие современные исследователи и библеисты становятся в тупик, потому что, ну, действительно, по всем данным историческим, которые мы имеем, день рождения Ирода и последующие за ним трагичные события, связанные с умерщвлением пророка, никоим образом не могли иметь место в Самарии. Самария после своего разрушения войсками Теглат-Паласара на долгое время была заброшена, однако потом опять ее восстановили сначала ассирийцы, затем ее восстановил Александр Македонский, который сделал также одним из таких важных мест своего владычества на Ближнем Востоке, поселил туда своих македонских ветеранов в окрестностях этого города, раздал им землю. Ну и впоследствии его примеру последовал и Ирод Великий. Он тоже как раз-таки сделал из Самарии одну из своих весьма таких укрепленных и блистательных резиденций. Царь, который был постоянно одержим параноидальной такой вот какой-то тревогой и такими страхами в том, что его убьют, свергнут или отравят в результате какого-то заговора, он постоянно нуждался, вот у него такая была, конечно, мания воздвигать повсюду крепости, цитадели, в которых только он и чувствовал себя более-менее спокойно. И поэтому вот такую цитадель он создает и в древнем городе Самария, Шамрон. При этом довольно часто пребывая там, он постоянно все больше и больше расширяет эту крепость, обносит ее все новыми и новыми стенами, так, что площадь города постоянно увеличивается, разрастается, занимая собою всю вершину вот этого холма, горы Семира, на которой он изначально был построен. Ну, естественно, что царь Ирод, который, вообще говоря, получил эту область, этот город, как знак милости от Октавиана Августа, он в честь Августа и называет этот город, переименовывает ее Самариев Севастью, то есть священную, это один из титулов римского императора, и в честь императора Августа строит храм в самом центре, на самой вершине этого холма, руины до сих пор его можно там видеть, прямо рядом со своим дворцом, одним из своих дворцов. В этом дворце он справляет одну из своих многочисленных свадеб, а также выносит решение о казни двух из своих, опять же, многочисленных сыновей. Но это именно укрепленная такая столица области Ирода Великого. По наследству, после его смерти, она переходит к его сыну Архилаю, тому самому, который правил и в Иудее, и был известен своей жестокостью, отчего Евангелие и сообщает нам, что, услышав, что Архилай царствует в Иудее, Иосиф, обручник со своей семьей и с младенцем Иисусом, минует Иудею и направляется прямо в галилейский город Назарет. Вот этот вот Архилай, старший из выживших на тот момент сыновей Ирода, между четырьмя из которых он разделяет наследие своего царства, был смещен со своего престола именно за свою известную жестокость в 18-м году по Рождестве Христовым. И после этого все его владения отходят уже не к кому-то из его братьев, предполагаемых наследников Ирода, но непосредственно к собственности римской короны, римской империи, включается в ту часть, которая принадлежала непосредственно государству. Что после этого было с дворцами, в которых находили свое убежище Ирод Великий и Ирод Архилай, мы теперь сказать не можем. Но, как я уже говорил, многие исследователи ставятся вот этим обстоятельством в тупик. Безусловно, ко времени, которые описаны и которые имеют отношение к усекновению главы Анны Притечи, город Самария никоим образом не входил в пределы царствования Ирода Антипы, младшего брата Архилая. Тот довольствовался своими галилейскими владениями, своими владениями действительно в Зайордане, к которым относилась и упоминаемая Иосифом Флавием крепость Махерон. И поэтому как-то нет никаких оснований у исследователей того, чтобы считать, что каким-либо образом царь Ирод Антипа мог справлять свой день рождения со своими приближенными именно вот в том дворце, который никоим образом ему более не принадлежал и к его владениям не относился. Каким же образом можно было бы разрешить это противоречие? Ведь, с другой стороны, по свидетельству церковного историка, очень известного Евсевия Памфила, который был современником тех событий, о которых он говорит, именно в Самарии находилось погребение на Притечи. Как раз-таки там были погребены его честные останки учениками в непосредственной близости от городских стен и от дворца Ирода Великого. Как же тогда мы можем это согласовать? Евсевия Памфил упоминает об этом в связи с тем, что как раз-таки во времена его жизни император Юлиан Отступник, гонитель православной церкви, распоряжается уничтожить и мощи Иоанна Притечи в числе других мер, направленных им против распространения и господства христианства, тех мер, которые предпринимал в пользу язычества, которые исповедовал сам, как известно. И вот толпа язычников нападает на небольшой храм, который был построен над местом погребения на Притечи, открывает гробницу, уничтожает мощи Притечи, разрушает их, раздрабливает, а потом сжигает. Но, как пишут Евсевия Памфил и другие историки, во-первых, этой участи избегла голова Ана Притечи, которая была заблаговременно вынесена из Самарии, скрыта на Иллионской горе, а также некоторые другие части его тела, например, десница и некоторые из костей. Точно так же и вот тот прах, который остался, обожженные кости Притечи, также были потом благоговейно собраны верующими и продолжали храниться в восстановленном храме в честь Анны Притечи. И так церковная традиция уже с 4 века совершенно четко и недвусмысленно связывает события усекновения главы Ана Притечи именно с Самарией, с Севастией, вот с тем самым местом, куда направляли свои стопы многочисленные паломники византийского, крестоносского периодов. Ну и продолжают эту традицию и паломники современности, которые, конечно, весьма редко посещают достаточно удаленный, находящийся на территории современной Иордании, монастырь на горе Махерон. Но значительно чаще приходят, сравнительно недалеко, всего там на расстоянии буквально 60, может быть, с небольшими километров лежащего от Иерусалима, Самарии и вот той самой Севастии, о которой сейчас идет речь. Но, может быть, теми же самыми резонами руководствовался и Ира Тантипок, который отмечал свой день рождения, может быть, и в непринадлежавшем ему дворце, но каким-то образом, может быть, арендовал или каким-то образом договаривался с римскими властями для того, чтобы отметить вот такую важную для себя дату в кругу, может быть, не только своих собственных вельмож, царедворцев, но и каких-то старейшин народных, как об этом говорится в Евангелии, которые, конечно, в основном жили в Иерусалиме и которым до Самарии, до Севастии было всего-то лишь день пути и то пешком, а на лошади это занимало намного более краткое время. Поэтому, может быть, и царь Ира Тантипа, каким-то не вполне известным для современных историков и библеистов образом таки нашел возможность справить свой юбилей именно вот в этом удобном, подходящем с каких-то точек зрения для себя месте. И поэтому, может быть, в этом лежит возможность примирить вот такие совершенно отличающиеся друг от друга детали этого повествования, в то время как Иоанн Предтеча в действительности мог содержаться в тюрьме в Махероне и, может быть, действительно и был там казнен, а его тело вместе с головой было доставлено в доказательство и в подтверждение совершившейся казни, как об этом говорит нам и Евангелие, в Самарию, что тоже было вполне возможно. Ну, сейчас об этом мы можем, к сожалению, уже только гадать и фантазировать, строить какие-то предположения, но, тем не менее, факт остается фактом. И многолетняя такая традиция почитания именно Самарии и Себастии как место, где нашел свое последнее земное покоение великий пророк Предтечи и Креститель Иоанн, оно действительно прослеживается через века. И так, уже в IV веке там была небольшая церковь в VI веке, там был построен великолепный византийский монастырь, от которого остались, сохранились руины такой вот трехнефтной базилики с особой криптой, куда ведут ступеньки. И паломники, многие сейчас, по некоторому, может быть, недоразумению, по такой сложившейся традиции, продолжают считать, что именно здесь находилась та самая темница, в которой Иоанну Предтечу отрубили голову. Это вызывает недоумение, потому что в этой маленькой по размеру крипте, конечно, совершенно невозможно размахнуться мечом и кого-то казнить, поэтому это выглядит совершенно как нечто неправдоподобное. Но необходимо напомнить, что эта церковь была именно местом погребения, первого погребения Иоанна Предтечи, которое совершилось именно его учениками. И в память именно этого погребения была построена эта сравнительно небольшая церковь с этой, опять же, сравнительно небольшой криптой. А паломники XI-XII веков, такие как наш русский игумен Даниил, совершавший свое паломничество в самом начале XII века Иоанн Фока, который был здесь в середине XII века, византиец, они описывают уже великолепный католический монастырь с гробницей Анна Предтечи и пророка Елисея, куда ведут 20 каменных ступенек, и там вот они так описывают благолепный интерьер этой гробницы. Так вот, этот монастырь находился внизу, под холмом, в нижней части, в той самой, в которой сейчас как раз-таки сосредоточен центр вот этого современного арабского самарийского поселка, который на современный манер они называют сами Сибустья, переиначив таким образом данное Иродом имя Сивастия, священное. Здесь действительно можно видеть огромный собор, построенный в середине XII века, во времена Крастоносцев. Если присмотреться к камням, составляющим его кладку, к колоннам, которые до сих пор еще там можно видеть, то можно увидеть даже клейма каменотесов, их общества, их артелей, в которые они объединялись, нанесенные на эти камни в виде там букв С или каких-то других знаков и символов, которыми они отмечали результаты своего, надо сказать, весьма впечатляющего труда. После завоевания этой области в конце XII века Савахадином он приказал обратить это место в мечеть, но современная мечеть, построенная в XIX веке, занимает только лишь некоторую часть древнего алтаря этого действительно величественного огромного собора. А под открытым небом, когда-то находившимся под кровлей богато украшенной этого собора, сейчас можно видеть такую небольшую, уже наскорую руку, сооруженную мусульманскими наследниками славы великих пророков, такую каменную подобие какой-то часовенки или мазара. Если вы обратитесь к служителям мечети или к кому-то из местных жителей, кто имеет туда доступ, а это не так сложно сделать, они откроют вам каменную дверцу, вы спуститесь по тем самым двадцати каменным ступеням вниз, окажетесь в таком довольно на просторном помещении, где когда-то хранились мощи святого Анна Предтечи, святого пророка Елисея, и где до сих пор можно видеть такие погребальные ниши, украшающие это место, и вот окажетесь в одном из таких древнейших памятников, древнейших мест и святынь христианской, православной, еще ветхозаветной, праведной Палестины. Паломники XIX века описывают местных жителей этого поселка Сибустия, как таких злодеев, от которых все время ожидаешь какого-то удара в спину, которые паломников запирали в этом подземном помещении и выпускали обратно только за удвоенную дополнительную плату, которую с них требовали, но надо сказать, что это давно уже в прошлом. Нынешние жители Сибустия невероятно вообще надо сказать радушные, действительно с радостью любую встречающие паломников люди, очень гордящиеся своим наследием, и хотя, к сожалению, в самой Себастии не осталось ни одного христианина, но тем не менее эти добрые мусульмане с великой радостью встречают паломников, с охотой проводят их, показывают им свои музеи, свои достопримечательности, проводят вот в эту гробницу. Конечно, служителю надо бывает дать какую-то небольшую копеечку, но это просто такой принятый знак благодарности, а если вы попробуете дать деньги просто любому какому-то доброходу, которого встретите, который вызовется вас провести, показать вам красоты современной Сибусти, то он даже может серьезно обидеться на вас за такое предложение неуместное каких-то денег, за его вполне великодушную вам доброжелательную услугу. То есть это место действительно относится к числу таких вполне достойных посещения современными православными христианами. Сегодня день памяти усекновения главы Анны Предтечи совершенно не лишним вспомнить о нем рассказать и может быть как-то проложить пути маршрута для тех паломников, у кого явится такая счастливая возможность посетить Святую Землю, поклониться вот этим прекрасным местам. Что касается того места, где находятся византийский монастырь, то ключи от него находятся либо у местного жителя, которого зовут Семми, это последний христианин в округе, он живет в одном из ближайших селений, у владельцев небольших кафе, магазинчиков и ресторанов, которые находятся прямо на римском форуме, непосредственно перед вершиной холма, как правило, есть его телефон, но у некоторых бывает хранятся и ключи от этого византийского храма, которые также могут вам его открыть по вашей просьбе, проводить вас туда по петляющей по склону холма тропинке, заодно вы увидите и раскопанный театр по римскому образцу, построенный Иродом Великим, здесь вы видите руины его дворца, руины храма Августа, ну и прикоснётесь к этой цветыне, место первого погребения совершённого после казни великого пророка Претечи Иоанна, спуститесь в эту крипту византийского храма и сможете спеть там вне зависимости от того, на какой день придётся ваше паломничество, тропарь, кондак и величане ныне совершаем празднество в честь пророка Претечи Крестителя Иоанна, коему молитвам которого мы и вручаем наших зрителей, наших слушателей с радостью и любовью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok